Всем привет! Вы на канале Нинтендо. Это новости, с вами Алиса, и это наш 30-й выпуск. А 30 — это два раза постолько, насколько я опоздала. Однако я сейчас не об этом. Я расскажу вам о юбилее Зельды и покемонов, о переносе Kings Bounty 2, а также о новой версии Overcooked, долгожданном директе и скидке на цивилизацию. Не обойдется и без ответов на ваши вопросы. Ладно, пора уже. Камера, мотор, начали! В этом году, в конце февраля, серии Pokemon исполнится 25 лет. Пока еще не до конца понятно, что припасли разработчики игр. Но зато Pokemon Company объединил усилия с Levi's — компанией по производству одежды. Тематические покемонистые джинсы, футболки и куртки завезли в том числе в нашу страну. Есть даже шорты, такие же, как у Мисти. Ассортимент не сказать, что был богатый, но зато точно весь по лицензии и, скорее всего, очень качественный. По крайней мере, при этих сценах он явно должен быть таковым. Среди вещей есть и унылые, и привлекательные. Но я себе пока ничего не просмотрела. В этом году есть и еще один юбилей. «Зельде вообще 35». И это повод ожидать новых релизов. Студия Grezo, сделавшая за 10 лет три ремейка культовых выпусков «Зельды», прямо сейчас набирает сотрудников. Речь о работе над чем-то в сеттинге средневековья. Под описание попадают в том числе и приключения Линка. Так что надеемся, верим и ждем. И еще кое-что важное. У нас в ВК-паблике прошел конкурс. Призом был картридж с игрой Super Mario 3D World и Bowser's Fury. И победителем стал Захар Варивода. С чем я его и поздравляю. Тем более, что он на радостях еще и Switch прикупил в цветах Марио. Но время плохих новостей. Релиз King's Bounty 2 отложили. Теперь игра выйдет только 24 августа. Зато она получила еще один красивый трейлер. И разработчики сделают все без спешки, хорошо и высококачественно. Давайте теперь главные новости. Спустя полтора с лишним года, Nintendo все-таки вняла мольбам фанатов и провела полноценный директ. Причем провела его в ночь на четверг. Прямо тогда, когда я обычно вся с головой в монтаже новостей. Так что теперь вас ожидает экстренное включение. Снова придется вещать из дома. Zelda Skyward Sword HD выйдет на Switch этим летом. Переиздание той игры, которая объясняет происхождение Канондорфа, Линка и Зельды. И заодно от и до заточено под моушен управление. А потому идеально для джой-конов. Впрочем, для Switch там добавили и старомодное управление кнопками. Причем ремастер будет на русском. И вместе с ним выйдут джой-коны с фирменным оформлением. Эта игра поможет нам ждать полностью новую Зельду. Ту, что продолжит Breath of the Wild. Кроме того, анонсировали Pyro и Mifro из Xenoblade Chronicles 2 для файтинга Super Smash Bros. Этих героев добавят уже очень скоро, по ходу марта. А кроме них, в том же месяце для Switch выйдет Tales from Borderlands. И это только начало, ведь на директе еще анонсировали очередной Mario Golf на июнь и Splatoon 3 уже на следующий год. Подробности об обеих будут позже. А кроме них, две волны дополнений для Хару Warriors Age of Calamity, порт с 3DS, неитопию, и точную дату выхода No More Heroes 3. Заведомо культовый экшен станет доступен с 27 августа. И даже это еще не все, ведь на Switch выйдет культовый пати-экшен Fall Guys, который ранее просто взорвал чарты Стима, и долгожданный онлайн-воевик Plants vs. Zombies Battle for Neighborly. А ведь еще будут ремастеры Ninja Gaiden, пятая Samurai Warriors и впечатляющая тактическая RPG от Square Enix и разработчиков серии Brayvally. И напоследок отмечу Марио-бонусы и одежду для островов Animal Crossing. Должна заметить, что ходят слухи, будто директ только начало. Якобы следом после него выкатят две новых игры, ранее неанонсированных или лениво протизренных, вроде Метроида, Зельды и Байонеты. Источник слухов не самый левый, конечно, но все равно это похоже на уже ставшие славные традиции фантазии верных фанатов. Зато Overcooked All You Can Eat получил дату выхода официально, без слухов. Все 200 уровней, 80 персонажей и десятки часов кооперативного кулинарного веселья станут доступны с 23 марта. Если еще не играли, то у вас есть новый шанс, чтобы попробовать все и сразу. Вполне возможен и выход SnowRunner. Игры про зиму, снег и бездорожье. Ее заметили и в списках рейтингов, и в интернет-магазинах. Причем портировать, если судить по обложке, будет известная по Ведьмаку студия Saber Interactive. От них вполне можно ждать очень хорошей работы. В традиционной же рубрике скидок мы вам советуем Цивилизацию 6. Всего за 1055 рублей. То есть за треть обычной цены вы получаете одну из лучших стратегий в истории. Думаю, предложение попросту обалденное. Ну что, переходим к ответам на ваши вопросы из комментариев. И первый комментарий. Алиса, у меня не вопрос. Просто хочу сказать вашей команде спасибо за лучший ру-контент по теме Нинтендо на Ютубе. Это вам спасибо. Второй вопрос. Алиса, куда и почему ты постоянно опаздываешь? Куда? В студию. А почему? Ах, если бы я знала ответ на этот вопрос. Ощущение, будто в это время весь мир против меня. Третий вопрос. А что за язык был в начале? Польское и чештина. Четвертый вопрос. Привет, есть Ведьмак на картридже, а как скачать русскую озвучку? Если она качается как отдельная игра и после требует зайти в e-shop, чтобы купить Ведьмака 3 в электронном варианте. Ну и с комментариев игроков следует, что русскую озвучку нужно покупать в e-shop того же региона, что и картридж. Пятый вопрос. Ну и сам вопрос задам. Год назад купил Switch Lite, так как не было телевизора дома. Сейчас Телек взял, есть ли смысл Lite поменять на классическую? Ну что за вопрос? Конечно, есть. Последний вопрос. Алиса, тебе нравятся файтинги? Если да, то какие? Mortal Kombat или Tekken? В Tekken я, к сожалению, не играла, так что да, с компанией и друзей. Почему нет Mortal Kombat? Ну что, как известно, все хорошее когда-нибудь подходит к концу. Поэтому пришло время прощаться. Это был 30-й новостной выпуск Нинтендар. Если вам понравился, ставь лайк, подписывайся на канал, жми на колокольчик и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!